Добрый день, вас беспокоит рожетерапевт. С Волжской ЦРБ оставляли на сегодня вызов. Что случилось? Повышение температуры, кашель. Кашель, небольшая температура и слабость. Сегодня с такими симптомами не обязательно идти в поликлинику. Если болезнь притекает в легкой форме, можно получить консультацию доктора дистанционно и также открыть больничный. В помощь мессенджеры, мобильная и видеосвязи. И в зависимости от того, на что пациент жалуется, назначается соответствующее лечение. Через некоторое время мы связываемся вновь с пациентом. Пациент сообщает о том, что у меня сегодня крайний день больничного листа. Осуществляется вызов через наш единый колл-центр. Наши регистраторы передают вызов на псерапевта. Врач связывается и принимает решение о закрытии либо продлении. Более 300 жителей южного города уже воспользовались правом открыть больничный лист, не посещая медучреждения. Это позволяет развести потоки вновь заболевших и тех, кто пошел на поправку. Если больной сдал ПЦР-тест в частной лаборатории, эти данные тоже учтут. Они имеют право продиктовать нам номер и дату, и мы это увидим и учтем. Если же они не делали, мы так и предупреждаем, что дистанционный лист оформляется без ПЦР-теста, без выдачи препаратов и без отметки о том, что он переболел коронавирусной инфекцией. Дистанционное ведение легких больных ощутимо разгрузило медицинский персонал, отмечая доктора, и позволило уделить больше внимания тем, кому помощь нужна срочно. Работа ведется по федеральному стандарту, в котором прописаны все действия. Например, если пациент жалуется на ухудшение состояния после назначенного лечения, к нему направят бригаду уже для очного осмотра. Чтобы начать лечение дистанционно, необходимо оставить заявку по телефону колл-центра или регистратуры больницы.